Приветствую вас, аноним. Жалко, что вы задаете свой вопрос. Анонимно хотелось бы назвать вас по имени, но вы описываете ситуацию, в которой, гуляя с молодым человеком на дне города, встречает его друзей, играющих на гитаре, после чего молодой человек принимает приглашение друзей спеть для них что-нибудь, ну или с ними. Пока это происходит, вы здороваетесь с его друзьями и один из друзей, подойдя к вам и положив руку вам на плечо, говорит, что парень остается здесь, а вы должны идти гулять одна и забыть о нем. На что вы саркастично отвечаете, да, сейчас, конечно, вот, и вы надеетесь, что это была шутка. Вы просите подсказать намерения этого человека и говорить о том, что вам очень обидно. Ну, во-первых, не совсем понятно, почему вам обидно. При всем прочем, да, что здесь обидно. Вот конкретно для вас. Я даже не хотел бы говорить о возможных причинах обиды. Да? Я бы хотел просто раскрыть, скорее, вам суть обиды. Обида используется человек человеком в том случае, когда без принятия на себя личной ответственности за свои желания человек хочет получить их удовлетворение посредством другого человека. Обида здесь, по идее, вызывает чувство вины у того, на кого мы обижаемся, и тот, на кого мы обижаемся, делает для нас то, что мы хотим. Ну, такая вот получается манипуляция. Подобные модели поведения человек обучается в детстве, смотря на своих родителей или близких людей. Близких ему людей. Обида есть некие потребности, удовлетворение которых вы ждете в определенной форме. Но, естественно, этого не происходит, в случае, если возникает обида, и тогда обида. То есть, я чего-то ждал, но этого не произошло, я чувствую обиду. То есть, я чего-то хотел, я этого ждал, этого не случилось, возникает обида. И, опять же, здесь важно понимать, что не берется личная ответственность в полной мере за то, что я хочу. Здесь, скорее, демонстрируется пассивная позиция. Ну, кстати, говоря о пассивной позиции, ничего плохого нет. То есть, эта позиция, она ничем не лучше и не хуже позиции активной. То есть, это просто выбор человека. Но, важно понимать, что у всего есть цена, и у активной позиции есть цена, и у пассивной позиции тоже есть цена. И вот, когда человеку становится обидно, это, как правило, позиция пассивная, выясняется, что индивид не готов платить, не готов расплачиваться за выбор своей позиции. То есть, опять же, не готов нести личную ответственность за себя. Поэтому, здесь обида, это вот такие два варианта. И вам нужно для себя решить, какой вариант ваш, и наполнить его, потому что это просто форма. Можно возразить на это, мол, молодой человек, друг вашего мужчины, поступило откровенно, ну, грубо, неэтично. Некультурно, аморально, неуважительно по отношению к вам. Как быть цена? Как быть цена? На это хочется сказать следующее. Мы ни в коем мере не отвечаем за действия других людей. Если друг вашего молодого человека приревновал его к вам, например, то это ни в коем случае не ваша ответственность. Это, скорее, ответственность этого человека, но не ваша. И весь его негатив, все его неуважительное поведение является только его собственной проблемой. Ну, не вашей проблемой, а его. И я бы сказал, что вас это ни коим образом не касается. Но вот обидно вам, то, что вам обидно, говорит о том, что его слова как-то вас задели, как-то вас зацепили. То есть, что значит слова задели и зацепили? Это значит, что его слова вызвали ваш отклик. Вы откликнулись на его слова. Эмоционально. В каких случаях возникает эмоциональный отклик? На неприятные слова. В случаях, если человек в той или иной степени с ними соглашается. Это больно, неприятно, но соглашается. Что означает, что еще до этих слов у человека были сомнения относительно того, относительно той сферы, какую задронули слова условного обидчика. Ну так, может быть, имеет смысл именно с вашими сомнениями сначала разобраться и сформулировать для себя четкое отношение к тому, по поводу чего у вас есть сомнения. И тогда слова не будут вас задевать. Такая вот история. Как вы могли заметить, я не затрагиваю тему молодого человека вашего и того, что он должен вас защитить и прочее прочее. Почему? Потому что мы говорим о вас. Мы говорим, что в другой ситуации молодого человека рядом быть может и не будет. И друзей его тоже не будет. Но будут другие люди, которые также вас могут обидеть. Потому что если получилось обидеть вас другу молодого человека, то получится обидеть и кому-то еще. И поэтому дело здесь не в том, чтобы ждать, что ваш мужчина вас защитит. Дело в том, чтобы уметь, точнее даже не уметь, а учиться быть защищенным самостоятельно. Извините, вас никто не, там, как бы, ну, не приставал к вам, да? К вам никто не применял силу, когда действительно нужна защита молодого человека в силу того, что он более физически развит, чем вы, да? Более силённый, чем вы, вот. Вас никто не пытался ударить, там, причинить вред и так далее. Туда. В этом случае защита молодого человека необходима. Нет. Здесь чисто личностный контакт. И вот чисто личностный контакт необходимо формировать вам без молодого человека. Ибо это ваша личная ответственность. И коль вы не можете этого сделать, что, о чем свидетельствует ваша обида, с этим нужно работать и учиться. Ну, для начала нужна, конечно же, работа по выявлению и проработке сомнений, которые у вас есть именно по поводу себя, по поводу своей ценности для себя и для своего молодого человека в частности. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом.